Вращение на двух колесах – это стильный элемент, который прокачает вестибулярный аппарат. Использовать его можно для слалома и удивления окружающих. Перед тем, как учить вращение, нужно научиться хорошо держать баланс на двух колесах. В этом вам помогут развивающие упражнения, и еще парочку мы покажем сейчас. Становимся на месте и пробуем пораздержаться. Левая нога вперед, правая назад и наоборот. Затем пробуем делать все то же самое на двух колесах. Вначале на той-той, затем на хил-той. Следующим шагом попробуйте ехать на двух колесах вперед. Меняя ведущую ногу. Ноги при этом должны быть не на одной линии, а рядом, как при обычном катании. Пробуйте маневрировать, перенося часть веса с ноги на ногу. Дальше езжайте на двух колесах спиной вперед. Получается? Попробуйте разворачиваться на 180 градусов. Для этого колесо задней ноги заваливайте на внутреннюю часть. Передняя должна развернуться автоматически, как иголка. Приступим к самому вращению. Начинать делать его нужно стоя на 8 колесах. Если, конечно, у вас есть рокеринг. Для этого создаем вращательный момент, как будто собираемся прыгнуть 360, но более плавно. Получается? Тогда переходим к вращению на двух колесах. Тут все то же самое, как при обычном вращении, но в момент закрутки вам нужно встать на два колеса. Вес при вращении нужно переносить с ноги на ногу. Колени должны быть присогнуты, а ноги в средней стойке для лучшего контроля. Самое главное при вращении держать баланс руками и не заваливать корпус. Спина должна быть ровной. Если ось вращения кривая, вас сильно выкинет и падение будет очень неприятным. Начинать нужно с двух или трех оборотов, чтобы не закружилась голова. А все остальное лишь дело практики. После того, как начали хорошо контролировать, а голова уже не кружится, прижимайте руки к телу. Так вращение будет быстрее, а оборотов больше.